Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Дорожный сезон заканчивается. Активисты и общественники проверили качество выполненных работ. В Самарском районе на одну обновленную территорию стало больше. В рамках областного проекта «Содействие» новыми красками заиграл двор по адресу Некрасовская, 25. В октябре в России вступили в силу измененные правила обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Четыре нововведения призваны облегчить жизнь участникам дорожного движения. Одна из самых уважаемых и в то же время трудных профессий. В мире отмечают День Учителя. Праздник был утвержден по инициативе ЮНЕСКО 5 октября. Именно в этот день в 1966 году в Париже была проведена конференция о статусе учителей и подписан первый международный документ, определивший правовой статус работников образования. Лучших педагогов в Самарской области сегодня чествовали в Театре оперы и балета. Глава региона Дмитрий Азаров наградил учителей почетными знаками губернатора, а лучшую педагогическую династию премией. С подробностями Ольга Павлова. Это только кажется, рассказывает учитель начальных классов Татьяна Федорова, педагог из династии Рыгаловых, что 30 лет образовательной деятельности большой срок. Годы пролетели как мгновение. Менялось время, частично система образования. На смену первоклашкам приходили новые, пока еще маленькие люди большой страны. Но одно оставалось неизменным, отмечает работник образования. Любовь и преданность детей своему первому в жизни учителю. Был у меня один выпуск, которые каждый день, уходя домой, подходили ко мне, обнимали и уходили. Только вот такое было прощание. Ну и сейчас подбегают, что-то спрашивают, рассказывают. Но видно по их глазам. Глаза детей не обманывают. В том, что глаза детей, зеркало души отмечает и мама Татьяны Федоровой, глава педагогической династии, ветеран труда и педагог дошкольного образования Валентина Рыгалова. В системе образования она проработала 51 год. Как музыкальный работник обучала детей петь, танцевать и к каждому старалась найти индивидуальный подход. Идешь с работы, вот они идут из школы, бегут, бежат, бегут, обнимаемся. Так вот, если, значит, любят. Из нескольких педагогических династий, которые были приглашены на торжественную церемонию награждения, династию Рыгаловых общий педагогический стаж, который насчитывает 287 лет, сегодня признали лучшей. Победитель первого конкурса педагогических династий Самарской области, династия Рыгаловых. Из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова династии Рыгаловых вручили диплом победителя и единовременную денежную премию в размере 500 тысяч рублей. Наград в Международный день учителя удостоились и лучшие педагоги региона, в их числе Светлана Корнаухова, учитель русского языка и литературы образовательного центра «Южный город», Ирина Шугаева, учитель истории и общества знаний 132-й Самарской школы, Виктория Пистолетова, директор 43-й школы городского округа Самара и многие другие. Губернатор региона поздравил педагогов с заслуженными наградами, особенно отметив профессионализм и стремление вырастить не только будущих научных деятелей, учителей, медиков, но и самых настоящих защитников нашей Родины. Как же важно, что патриотическое воспитание в Самарской области велось все эти годы и с каждым годом мы планку все выше и выше поднимаем. Не случайно у нас лидирующие показатели по движению школьников, по юнармии. Это все тоже во многом благодаря вам. Спасибо вам за то, что в каждом ребенке вы видите человека неординарного и таланта. И дай бог, чтобы таких учеников, учеников способных, учеников благодарных, раздавать как можно больше. С профессиональным праздником со сцены театра оперы и балета педагогов поздравила и народная артистка России Илзельепа, вновь представив гала-спектакль «Князь Владимир». Ваш труд необычайный. Он, наверное, сейчас самый важный. Поэтому спасибо вам огромное и поздравляю вас всех от всей души, от всего сердца. День учителя сегодня празднуют не только в России. Он был учрежден по инициативе ЮНЕСКО 5 октября. Именно тогда, в 1966 году, в Париже была проведена конференция о статусе учителей и подписан первый международный документ, определивший правовой статус работников образования. В этот день принято чествовать преподавателей, благодарить их за труд и вклад в воспитание подрастающего поколения, а также дарить учителям подарки, радовать их цветами и торжественными поздравлениями. Кстати, свои первые презенты педагоги начали получать еще ранним утром. Ведь даже в такой важный профессиональный праздник никто не отменял уроки, звонки, классные часы и ответственность перед будущим нашей страны, любимыми учениками. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В регионе развивается волонтерский проект «Шьем для наших» движению недели, однако оно обрело популярность. Во время рабочей поездки в Тольятти с волонтерами встретился глава региона Дмитрий Азаров. Он познакомился с участниками проекта – молодыми мамами, студентками, пенсионерками. Женщины шьют термобелье, флисовые кофты, футболки, подшлемники, балаклавы, вяжут теплые носки и шапки. Вся деятельность на добровольных началах. Неравнодушные граждане передают им ткани, расходники и переводят деньги. Губернатор Самарской области сообщил, что проекту будет оказана поддержка. В этом году исполняется 65 лет с тех пор, как в стране появился первый вечный огонь. Его зажгли в 1957 году на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, а тогда в Ленинграде. Что означает этот символ и как к нему относится сам Марс, узнали наши корреспонденты. В память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В этом году исполняется 65 лет со дня появления вечного огня в нашей стране. Впервые он загорелся в 1957 году на Марсовом поле в Ленинграде. И только спустя 10 лет, в 1967-м, его зажгли у Кремлевской стены на могиле неизвестного солдата. Он служит напоминанием о тех, кто не вернулся домой с поля боя. Когда мы говорим о войне вообще, это что-то далеко. Когда мы говорим о конкретном дедушке, о бабушке, об отце, о сестре, то это становится нам ближе. И мы понимаем, что это действительно история про нас, про всех нас, про жителей большой и великой страны. Вечный огненный символ – это то, что всегда согревает нас, то, что всегда напоминает нам о важном, то, что дает нам право оставаться людьми. В разных городах России Вечный огонь имеет разную форму. В Москве у Кремлевской стены он выполнен в виде пятиконечной звезды. В Санкт-Петербурге имеет форму четырехугольника. Пятигранный в Калининграде, а на Мамаевом кургане он выполнен в виде факела в руке Родины Матери. Но везде он символизирует памятник вечной славе погибших на полях сражений. Это символ памяти о людях, которые отдали свою жизнь за Россию, за страну. Вечный огонь – это символ памяти. Памяти о том, что мы защитили свою Родину, Великую Отечественную войну. Это символ того, что мы победим всегда. Символ единства нашего. В первую очередь, конечно, память. В каждом регионе страны, в каждом городе есть свой вечный огонь. В этом году Государственная Дума приняла закон о том, чтобы в России все вечные огни работали бесперебойно. Инициатором стал депутат Отца Морской области Александр Хинштейн. Михаил Ермоленко, Евгения Усова, Константин Головин. События. Временно исполняющим обязанности министра культуры Самарской области стала Ирина Калягина. Об этом сообщили в региональном правительстве. С 2015 года она была заместителем министра культуры, а также занималась стратегическим планированием и развитием отрасли профильного министерства. Напомню, 30 сентября Татьяна Мордулеш заявила о своем уходе с поста министра культуры Самарской области. В Самаре продолжается возведение станции метротеатральные. При реализации такого масштабного проекта все задействованные службы нацелены на минимизацию неудобств для горожан. Скрупулезно прорабатывают нюансы, связанные в том числе с перекрытием уличнодорожной сети. Напомню, в конце этой недели введут временную схему движения на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Новосадовой. На неопределенный период перекресток перекроют полностью. Мера вынужденная и крайне необходимая, говорят власти. Здесь прежде всего будут переносить все инженерные коммуникации. В частности, работы предусмотрено выполнить на водоводе, ливневой канализации, сетях связи. В дальнейшем на перекрестке будут опускать щит, произведут стыковку тоннелей. Перекресток – один из самых оживленных в городе. Через него пролегают 8 маршрутов общественного транспорта. Большинство – льготные, на которых курсируют свыше сотни автобусов. Проработанная схема их движения с учетом корректировок. Так, в направлении в город автобусы заранее будут поворачивать с улицы Новосадовой направо на улицу Первомайскую и далее объезжать перекрытый участок по улице Молодогвардейской. В обратном направлении из города автобусы будут двигаться по улице Самарской, затем сворачивать на улицу Чкалова, потом по улице Ленинской выезжать на проспект Ленина и далее на улицу Новосадовую, сообщили в городском департаменте транспорта. При этом повышенное внимание уделяется всем улицам, которые будут задействованы для объезда. Схема предусматривает установку дорожных знаков, корректировку светофорных фаз, дополнительное светофорное регулирование на пересечении улиц Новосадовой и Невской. Для удобства горожан и дополнительного информирования разместят аншлаги. Все работы и сейчас, и в перспективе берутся на контроль, включая организацию транспортного сообщения. На первом этапе все-таки этот перекресток полевой Новосадовой, он будет перекрыт полностью. Пока называется рабочая дата 8 октября, то есть в ближайшую субботу это уже произойдет, проехать там будет нельзя. И вот по расчетам коллег на все про все, чтобы выполнить, вот сразу зайти на этот перекресток, найти там все коммуникации, выполнить все необходимые работы по их там переносу, выносу и так далее, вот потребуется 39 дней. Предупреждать самарцев о грядущем перекрытии движения начали заранее. Службы города на перекрестке и вблизи дорог устанавливают дополнительные дорожные знаки для водителей и аншлаги для пешеходов. Проезд по перекрестку в границах улиц Полевой, Новосадовой и Самарской будет закрыт на 39 дней. Ранее профильный департамент сообщил, что в период ограничений для общественного транспорта разработали новую схему движения, так автобусы и маршрутные такси поедут по соседним улицам Молодогвардейской, проспекту Ленина, Волжскому проспекту в объезд закрытого перекрестка. Конечно, для горожан передвижения какие-то должны быть, более такие свободные. Так что немножко потерпят, я думаю, автомобилист. На метро может будет немножко освободиться от такого транспорта. Отличного я имею в виду. На метро прокатиться даже интересно. Я, например, с удовольствием приеду, прокачусь на метро здесь. Я считаю, что это очень нужно, потому что вечером добраться очень тяжело на транспорте. И это немножечко разгрузит. Сезон дорожного ремонта в Самаре движется к финишной прямой. Сейчас идет приемка выполненных работ. Сегодня специалисты профильного учреждения дорожное хозяйство совместно с общественниками проверяли качество асфальта и тротуаров на Волжском проспекте, которые комплексно отремонтировали по нацпроекту безопасные и качественные дороги в течение двух лет. Подробнее в следующем сюжете. Волжский проспект – одна из самых значимых улиц Самары. Она расположилась вдоль Самарской набережной, визитной карточки города. Эту улицу на участке длиной 2,5 километра от Вилоновской до Осипенко комплексно отремонтировали в течение двух лет. Качество работ, которые завершили в этом году, проверяют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» совместно с представителями городской общественной палаты. Мы высказываем мнение от лица, в данном случае, общественной палаты, которая представляет интересных горожан. Те замечания, которые не в рамках документации, а с точки зрения понимания граждан, как вроде должен быть ремонт. На улице в рамках комплексных работ по нацпроекту безопасной и качественной дороги полностью заменили асфальтовое покрытие, отремонтировали тротуары, восстановили газоны, нанесли разметку, установили опоры освещения, новые дорожные знаки и пешеходные ограждения для безопасного движения. Для маломобильных граждан и родителей с колясками сделали пандусы у пешеходных переходов, обустроили несколько дополнительных парковочных карманов по просьбам жителей города и остановочный карман для общественного транспорта у склона площади Славы. Это стало удобнее, потому что автобус, заезжая в карман, оставляет полосу свободной для движения. Для автомобилистов это удобно, конечно. Работы в основном выполняли ночью, чтобы не создавать помех для движения транспорта. На каждом этапе – от фрезерования старого асфальта до последнего благоустройства улицы, выполнение работ проходило под контролем МБУ «Дорожное хозяйство». На протяжении двух лет в круглосуточном режиме осуществлялись работы по контролю за ходом ведения работ. Это и отбор асфальтобетонных смесей с завода для контроля качества и соответствия условиям национального проекта и условиям муниципального контракта. Если в ходе проверки будут выявлены замечания, то в рамках гарантийных обязательств подрядчик обязан их устранить. Если повреждения дорожного покрытия или тротуара будут вызваны повреждением на сетях коммуникаций, то их восстанавливать будут специалисты, ответственные за сети ресурсоснабжающих организаций. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. С начала октября в России вступили в силу измененные правила обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Соответствующее указание Банка России предполагает четыре нововведения, которые призваны облегчить жизнь участникам дорожного движения. Также напомню, что в сентябре этого года был расширен коридор базового тарифа ОСАГО на 26%. В тему продолжит Светлана Тимофеева. Владимир Юзин за рулем больше 20 лет и сейчас зарабатывает этим на жизнь. Правила дорожного движения старается не нарушать. Но мелкие происшествия, после которых нужно обратиться в страховую компанию, хотя и очень редко, случались. И это сказалось на стоимости полиса ОСАГО. Когда было, там на даче соседа, чуть-чуть зацепил. Три года у меня было повышение, потом пошло-пошло и в норму. Вошло в норму. Через три года вошло в норму. А так крупных аварий не было, слава богу. Напомню, в сентябре 2022 года коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев расширен на 26% вверх и вниз. Это сделано для того, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях, когда подорожали запчасти. Для граждан базовая ставка тарифа установлена в диапазоне от полутора до семи с половиной тысяч рублей. Это позволяет сдержать рост цен на полисы для аккуратных автовладельцев. То есть получается, чем больше ты соблюдаешь правила, тем меньше у тебя будет эта базовая ставка. Если ты совершаешь правонарушения постоянно, попадаешь в дорожно-транспортное происшествие, то страховать тебя будут по верхней планке этого базового тарифа. Кроме того, с 1 октября вступили в силу новые правила ОСАГО. Соответствующие указания Банка России еще в марте зарегистрировал Минюст. Документ предполагает четыре нового введения, которые касаются автовладельцев и потерпевших в ДТП. В частности, теперь страховые компании могут узнавать об изменении номера машины без участия автомобилистам. Также по новым правилам владелец полиса при продаже своего авто обязан письменно уведомить об этом свою страховую компанию. Раньше это делалось добровольно. Еще одно новое введение. Возвещение о ДТП теперь не обязательно указывать данные очевидцев. Четвертое изменение обязывает страховщиков ознакомить потерпевшего в дорожном происшествии с результатами независимой технической экспертизы или оценки автомобиля. Ранее это делалось только по подаче им заявления. В целом, новые правила ОСАГО призваны облегчить жизнь участникам дорожного движения. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. QR-код вместо водительских прав. С этого месяца в России автомобилисты могут использовать электронные документы, права, свидетельства на машину и другие. Новый электронный сервис протестируют в приложении госуслуги. Начинает работать в тестовом режиме приложение госуслуги авто. И суть его в том, что можно показывать все документы, права, свидетельства на машину в электронном виде, необязательно в бумажном виде возить с собой эти документы. Пользоваться достаточно просто. Я сам скачивал это приложение, ты заходишь в него, два клика, и у тебя приходит штрих-код, которым можно сканировать, и сотрудники БДД проверят все необходимые документы. Вот с 1 октября в тестовом режиме это начинает работать. И я думаю, что это станет нормой в совсем ближайшее время. Далее коротко о других темах этого дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сызране 42-летний водитель ВАЗ-11-183 напротив дома номер 18 по улице Рабочий не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с Ладо-Кранто под управлением 43-летнего водителя, который двигался по своей полосе во встречном направлении. В медицинское учреждение госпитализированный водитель автомобиля ВАЗ и 19-летняя пассажирка Ладо-Гранто, сообщает Главное управление МВД по Самарской области. Около 10 вечера во вторник в экстренные службы поступила информация о пожаре на улице Некрасовской в Самаре, сообщает ГУМЧС России по Самарской области. На тушение пожара было направлено 32 пожарных личного состава и 8 пожарных машин. Прибывшие на вызов пожарные установили, что горит кровля трехэтажного жилого дома номер 48. Из дома было эвакуировано 25 человек. Пожару был присвоен ранг 1 БИС. Через 40 минут пожар был локализован, а в 22.44 полностью потушен. Ситуация на рынке труда в Самарской области стабильна. Об этом сообщают представители крупнейшей российской рекрутинговой платформы. В целом количество активных вакансий и резюме в Самарской области на протяжении последних двух недель держатся примерно на одном уровне. В недельном сравнении наиболее ощутимый спад демонстрирует индустрия красоты и фитнеса, бухгалтерия, научно-образовательная, банковская и туристическая сферы. Зато наблюдается рост спроса на сотрудников транспортно-логистической сферы, рабочих, работников сферы искусств, развлечений, масс-медиа. На восьмом месте Самара попала в десятку самых густонаселенных городов России. Несмотря на то, что в России происходит снижение численности населения, и это коснулось в том числе и столицы региона, по последним данным, в областной столице проживает 1 миллион 736 тысяч 721 человек. В Самарском районе на одну обновленную территорию стало больше. В рамках областного проекта «Содействие» новыми красками заиграл двор по адресу Некрасовская, 25. Там появились детская и спортивная площадки. Эмоции жителей выслушала Елена Чернявская. «Содействие в действии» Еще одной новой детской и спортивной площадкой стало больше в Самарском районе Самары. Теперь здесь есть все для веселого. Время провождения детей, антитравматическое покрытие соответствует всем нормам безопасности. А для комфортного отдыха здесь разместились скамейки, урны и ограждения. В итоге площадка получилась яркая, живая, интересная. Самое главное – это желание. Если даже жители придут к нам в отдел ЖКХ, либо обратятся к управляющим микрорайонам с этой идеей, и хотя бы первоначально на листочке нарисуют карандашиком, что они хотят получить в своем дворе, дальше уже будем совместно разрабатывать, реализовывать и пройдем к финишу, вот к такому красивому двору. Самое главное – это желание жителей. Дизайн-проект создавался при непосредственном участии жителей. Были обсуждения, размышления, даже споры. Какие-то моменты попросили скорректировать специалистов районной администрации. В итоге получили результат, которым жители довольны. И на своем примере убедились, что губернаторский проект «Содействие» действительно работает. С момента подачи заявки до завершения работы прошло три месяца. Это четвертая площадка в Самарском районе, выполненная по проекту «Содействие». Всем двором собрались и решили, что необходимо менять, делать новую. Подали заявку в администрацию района, рассмотрели заявку, приняли, начали делать. Я бы советовал другим жителям других дворов участвовать в программе реконструкции дворов. Это хорошо для детей, для самих жителей. Это нужно, это необходимо. Пусть не боятся, обращаются. Это будет все сделано. Площадка по адресу Некрасовская, 25. Еще один положительный пример реализации общественной инициативы. Новое пространство для детей появилось здесь благодаря активности жителей. Елена Чернявская, Григорий Плешаков, События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Сегодня в администрации Кировского района прошло рабочее совещание с руководителями управляющих компаний, представителями ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов. Об этом администрация сообщает в своем телеграм-канале. В ходе совещания обсуждались вопросы подготовки домов к зимнему сезону. Также были рассмотрены обращения, поступившие в социальные сети. Администрация железнодорожного района Самары в своем телеграм-канале разместила телефоны доверия для взрослых и детей. Многие порой не знают, как поступить в той или иной сложной жизненной ситуации, кому обратиться за помощью и поддержкой. Бывают ситуации, когда не хочется делиться своими переживаниями с друзьями или близкими. Именно для таких случаев существует телефон доверия. Если вам нужна поддержка, звоните, вам обязательно помогут. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что в поликлиниках идет активная прививочная кампания против гриппа и советует обезопасить себя и своих близких. Процедура займет всего несколько минут, а иммунитет сохранится до следующей осени. Можно пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от гриппа. Если вы уже сделали одну из прививок, перед следующей вакцинацией необходимо делать перерыв не менее одного месяца. Администрация советского района в телеграм-канале сообщает, что в парке «Дружба» прошла легкоатлетическая эстафета в рамках районной спартакиады для студентов, обучающихся в учебных заведениях среднего, профессионального и высшего образования советского района. Результаты в общекомандном зачете. Первое место у Самарского торгово-экономического колледжа. Второе – у Самарского машиностроительного колледжа. Третье место у Самарского филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации. Скажи свое мнение. Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на интересные и актуальные темы. И сегодня выясняем, укачивает ли наших подписчиков в общественном транспорте. 44% опрошенных ответили, что никогда такого за собой не замечали. 45% ответили, что укачивает только при сильном торможении. А 11% заявили, что всегда. Проголосовать и оставить свой комментарий вы тоже можете в телеграм-канале «Самара ГИС». На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова